Кто у нас дальше? Тем временем мы приглашаем на эту сцену Александра Павленко с его докладом о микросервисах. О больших микросервисах. Так ведь, Саша? Привет. Привет. Привет, Саша. Всем привет. Ну, уступаем сцену. Да, уступаем сцену. Саша, удачи. Саша, удачи. Спасибо. Что ж, всем привет. Давайте начнем. Как многие из вас могли уже ознакомиться или слышать, в теме моего доклада присутствует такое слово, как микросервисы. И, скорее всего, у многих это ассоциируется с тем, что сейчас пойдет какой-то холивар, так сказать, сравнение с тем же самым аналитом, выяснение каких-то отношений и так далее. И в итоге все такие такого формата доклады, они сводятся вот условно к такой картинке, когда обе стороны выделяют как бы вот монолит — это большая куча, микросервис — это несколько маленьких куч, и они пытаются между этих куч по какой-то непонятной лично мне причине определить, какая же куча лучше или что-то такое. Мне кажется, что если вы начинаете спорить в таком ключе, вы уже идете в неправильном направлении. И сегодня мы попытаемся с вами в каком-то смысле поломать шаблоны и поговорить не о каких-то холиварных темах сравнения, а больше разобрать аспекты взаимодействия архитектурных подходов, как они могут переходить с одного в другого, и все в этом ключе. Больше мы сакцентируем свое внимание, конечно же, в этом докладе на переходе от монолита к микросервису, но основной посыл будет — это то, что не сравнивайте, а ориентируйтесь под свою ситуацию, под свой проект и нужды, и выбирайте правильное решение. Что ж, поехали. Если говорить о конкретно моем проекте, который я буду проведить в примере, то мы, когда выбирали игрушку, мы остановились на вот этом кубике Рубика, который, можно сказать, так у меня ассоциируется именно с монолитом. Почему мы так сделали? Немножко вводный про проект. Это был стартап на финтех сферу финансово-технической, поэтому там было множество всяких аспектов, таких сложных, узконаправленных и тому подобное. И поскольку это был стартап, ряд плюсов, которые давал монолит на старте, они, собственно, и сподвигли нас его использовать. Сам монолит, он, как и кубик Рубика, его компоненты очень тесно связаны, и когда мы кубик Рубика попытаемся разделить, забрать какую-то детальку, он уже не будет полноценно функционировать, или если мы пытаемся его разобрать и собрать какую-то другую форму, или из других компонентов куда-то впихнуть, это уже будет сложно, или вовсе невозможно, или придется воротить какие-то непонятные костыли. Но у него все же есть ряд плюсов, которые заинтересовали именно нас на старте, а именно это то, что монолит позволял сделать быстрый старт, то есть как раз в условиях стартапа, когда есть какая-то общая идея, но нет еще конкретных требований, конкретных спецификаций и тому подобное, но нужно уже двигаться и делать какие-то MVP и так далее. Это отлично позволяет делать вначале монолит, потому что у него есть своеобразная гибкость для этого. Также монолит требует более низкий порог входа по знаниям и в целом по управлению. И естественно небольшие монолитные проекты, их легко разворачивать и масштабировать, то есть это может быть какой-то обычный скрипт для развертывания, и масштабирование в дальнейшем будет доисходить до того, что мы просто поставим какой-то лот-балансер и будем клонировать эти монолиты. Вот. Но наш проект, как и любой стартап успешный, он стремительно развивался и в какой-то момент набрал космических оборотов, и на горизонте начали появляться те моменты, которые давали нам понять, вот эти недостатки монолита именно в нашей ситуации, они будут для нас критичны и, собственно, заставляли задуматься, куда же двигаться дальше. Если говорить о недостатках монолита, которые были важны именно для нас в тот момент, которые давали нам головную боль, это то, что из-за стремительного роста системы становилось все сложнее ее поддерживать, развивать, дополнять без каких-либо дополнительных изменений, дополнительных трат ресурсов и тому подобное. Особенно это касалось стоимости внесения новых изменений, когда мы добавляли новый функционал, и чем дальше мы шли, тем больше эти изменения, которые в каком-то смысле были однотипными и становились все дороже и дороже. Это как бы был один из основных флажков и первых, об этом мы еще поговорим дальше. И, собственно, мы начали понимать, что в таком раше есть такая проблема, что, возможно, мы можем столкнуться с ситуацией, когда просто в будущем застрянем на старых технологиях. Я думаю, для многих из вас известна эта ситуация, и я уверен, многие из вас видели эти легаси-монолиты, когда за окном 2020, а на мониторе в коде 2003, и переписывать это все уже очень сложно, и время нужны, и ресурсы, естественно, зачастую это невозможно по тем или иным моментам. Собственно, поэтому мы начали думать, куда нам двигаться, собрались с командой и рассматривать, какие варианты, как выйти из этой ситуации. Мы рассматривали такие игрушки, как, собственно, пазл, который в данном случае олицетворяет сервисно-ориентированную архитектуру. Рассматривали несколько их подходов, и действительно, некоторые преимущества этого пазла, которые уже можно было как-то более разбирать, он уже был более-менее связан, то есть более широко управляем, и давал ряд других плюсов, которые решали какие-то наши проблемы. Например, многократное использование бизнес-сервисов позволяло нам легче адаптироваться под какие-то новые требования этого стартапа и масштабировать его, внедрять новый функционал без каких-то дополнительных затрат. Упрощали интеграцию всех новых последующих приложений, в большей степени как раз, опять же, за счет этих самых бизнес-сервисов. И, естественно, решало ту проблему, которая могла возникнуть при монолите, а именно застревание на технологиях, поскольку тут мы уже могли давать свободу творчеству, так сказать, воображению, и прикручивать все, что хотим, с тем набором, которым хотим. Но также был ряд недостатков для нас на тот момент, который не решал определенных очень важных вопросов проекта, и из-за которых мы в итоге и отошли в сторону на другой подход, который часто, кстати, относят… Есть много мнений, что это все-таки очень наградное такое определение, вот, и те же самые микросервисы, которые мы подогреваем дальше, это, можно сказать, частная его реализация. Но я бы их уже выделял как-то обособленно, отдельно. Насчет недостатков. Естественно, более высокий порог вхождения повышался, потому что логика становилась сложнее, и разбиение на эти бизнес-сервисы и другие аспекты, они добывали каких-то мыслительных процессов обязательных. Вот, сложность поддерживания увеличилась, конфигурации, тестирования, настроек, это все становилось сложнее. То есть, в сравнении с монолитом, то есть, это не то, чего нужно избегать в целом, но если проводить параллель, на тот момент это не то, на что мы могли пойти с теми преимуществами, которые давали нам SOA. Вот, и для нас это было минусом, хотя в целом, можно сказать, это таким вымем не является, это не было единого подхода. То есть, многие из вас могут ассоциировать SOA с ESB, то есть, сервисные шейные предприятия. Вот, ну, также там еще есть брокеры очередей, веб-сервисы и те же самые микросервисы, о которых мы поговорим дальше. Вот, и помимо микросервисов, все остальные подходы, они не давали нам те самые преимущества, которые могли бы в тот момент решить все наши проблемы и построить какой-то залог, фундамент на дальнейшее плавное и эффективное развитие. Поэтому мы обратили свое внимание на следующую игрушку, на которой мы, собственно, и остановились. Это уже непосредственно микросервисная архитектура, которая представляется в виде вот такого конструктора, лего, не лего, это уже каждому решать самому, но этот конструктор позволял разбирать наш проект на любые составляющие, какие мы хотим, собирать, как хотим. То есть, у нас могло быть несколько одинаковых наборов, из них мы могли собирать как идентичные конструкции, так и давать волю фантазии и с использованием меньшего набора или того же самого воротить что-то новое. И именно микросервисы со своими преимуществами решали все наши проблемы и предоставляли нам уверенный прогресс и уверенность в том, что будет он более безопасный, даже несмотря на какие-то аспекты, которые могут заставить задуматься в других ситуациях. А именно, собственно, как ИСО, другие подходы, они позволили нам использовать любые технологии, о которых мы хотим, что нам развязало руки. И в дальнейшем мы еще затронем этот момент. И я расскажу, что именно для моего проекта привнесли микросервисы, что мы начали использовать и получили от этого огромнейший эфир. Также это было микросервисную архитектуру очень легко адаптировать к другим системам, поскольку если стараться соблюдать все правила, и каждый микросервис это будет какая-то атомарная или маленький набор функций, которые выполняют одну единственную логику, то есть не нагружено там куча всего, а отвечать за что-то одно и независимо от всего, мы можем этот кусочек вытянуть и в любую другую систему спокойно интегрировать. И это на тот момент было одним из основных преимуществ, поскольку это решало проблему того, что наш заказчик, он со временем понял, что хочет продавать свою систему не только целиком и полностью, а может и нужно выделять какие-то отдельные части, которые интересны другим клиентам, и эти части продавать независимо от основной системы, внедрять, поддерживать и делать жизнь лучше у клиентов, чем набивать себе репутацию. Вот, собственно, микросервисы это и позволяли, мы это и отметили себе как галочку основную. Также эта независимость каждого микросервиса, она решает вопрос того, что если один из компонентов упал, это не значит, что вся система обязательно закрашится и перестанет работать все. Нет, отвалится один микросервис, возможно, отвалится что-то еще, что очень тесно с ним связано, ну, этого надо стараться избежать, но не всегда это возможно. Вот, но система в целом продолжит функционировать в том или ином виде и состоянии. И также то, что можно микросервисы развертывать независимо, тестировать независимо, это тоже упрощало жизнь, как в команде в процессе разработки, так и в целом в развитии проекта. Да, микросервисы имеют свои какие-то негативные стороны, и это не панацея на все случаи жизни, то есть их не стоит ссувать везде, где только можно. И был ряд каких-то моментов, которые, возможно, как-то усложнали нашу жизнь. Например, да, увеличение времени, затрат сил на настройку, конфигурацию, тестирование и так далее. Это все у нас появилось. Но те плюсы, они полностью и даже больше покрывали вот этот момент и остальные, и давали нам уверенность в том, что мы можем пойти на эти изменения. Да, стало сложнее поддерживать безопасность транзакций, единую, как бы, целостность системы в целом. Вот, и новым членам, конечно, стало сложнее, которые добавляются нам в проект, сложнее отслеживать, как бы, разраничивать вообще всю эту ситуацию на какие-то части логики независимые, как через эти грани проходят данные. Все это, конечно, требуется дополнительное время для осознания и понятия, как вообще эти частички между другом взаимодействуют и взаимодействуют ли вообще. Вот. Но давайте поговорим, раз мы уже затронули этот вопрос, как мы переходили с монолитом на микросервисы, какие же могут быть советы для тех, кто об этом задумается. Лично я для себя выделяю один из основных и первых моментов. Когда вы замечаете в своем монолитном проекте, что внедрение нового функционала стоит намного дороже, чем эфорт от него, это основной и один из первых и основной флажок, на который надо обратить внимание и задуматься, что же делать, как решать эту проблему и, возможно, посмотреть в сторону микросервисов, возможно, найти какие-то другие решения. Ну, сегодня мы говорим о микросервисах. Второй совет — это, конечно же, когда вы видите, что ваш монолит разрастается до таких объемов, что новые люди, которые заходят, они смотрят на эту глыбу и не могут понять, что там происходит и вообще с чего начать, куда смотреть. Это тоже проблема. И как бы тут лучше будет, когда это все будет разделено на какие-то независимые части, на какие-то микросервисы, которые можно будет взять отдельно, посмотреть, определить, понять вообще, что там происходит и работать с этим. Тем более в больших проектах в какой-то момент наступает такой период, когда не будет уже каждый член команды понимать, что происходит в каждом уголку проекта и не должен этого сделать. То есть начинаются какие-то разграничения не только функциональные и архитектурные, но и зоны ответственности внутри команды. И микросервисы, они легче позволяют перейти к таким моментам и делают жизнь в целом проще. Третий совет — это, собственно, не гнаться как бы за тенденциями. Микросервисы — это хорошо, но это не значит, что монолит плохо или другие подходы с СОО плохо. Все хорошо, если оно применено там, где это нужно и там, где это эффективно может использоваться на фоне остальных. То есть мы не пытаемся гнаться за хайпом, мы не слушаем интернеты. Вот мы анализируем и думаем, что здесь и сейчас нужно нам, чтобы решить те или иные насущие проблемы или не дать появиться он им и как нам сделать эффективное и плавное развитие, безопасное нашего проекта на протяжении всего его жизни. Поэтому мы следим, балансируем и стараемся как-то определять, что нам нужно. Четвертый совет — это, естественно, думайте заранее. То есть да, мы все разработчики, мы можем вплоть до того, что открыть текстовый файл и там написать все, что хочешь, или быть крутыми парнями, которые, знаете, они разворачиваются на взрывы и быть крутым разработчиком, который, а я не буду как бы запариваться, думать о каких-то рисках, я буду реагировать по мере их появления, потому что я мощный, я так могу. Да, естественно, кто-то может и это тоже подход имеет место жить, это вам выбирать. Но, как по мне, куда лучше заранее продумать, это меньше головной боли, заранее следить за всем этим, анализировать и подходить подготовленным к возможным каким-то аспектам, возможным проблемам, которые могут возникнуть. То есть это упростит и облегчит жизнь вам, вашей команде, вашим клиентам и в целом сделает как бы жизнь проекта счастливей и развитие его плавным и более успешным, как мне кажется. И последний совет — это вот не быть вот этим Пабло Эскобаром с этой картинкой, который не уверен в себе, не знает, что ему делать, не бояться говорить, не бояться говорить заказчику, если он не прав. Поскольку, я уверен, многие сталкивались с такими моментами, когда заказчик приходит, говорит, вот я хочу применить эту технологию, эту архитектуру. Почему? Потому я слышал, кум, сват, брат, интернеты, все дела, хочу, чтобы использовали ее. И как бы его не волнуют какие-то подводные камни, которые могут всплыть. И вот ваша задача как разработчика — это не молчать, если вы видите, что есть более эффективный подход или вовсе предложенный подход заказчикам, он, не знаю, остановит развитие или создаст дополнительные проблемы всем. Ваша цель, и я бы сказал, даже обязанность — это оповестить об этом, объяснить, почему лучше использовать ту или иную технологию или подход. И, как показывает практика, всегда, когда вы можете аргументировать и показать преимущество вашей идеи, вашей команды или вашей личной, и недостатки того, что хочет заказчик, он всегда с радостью это примет, потому что это прежде всего его детище, его деньги и его заинтересованность в том, чтобы все было круто, эффективно и лучше, чем у других. Поэтому просто не бойтесь и говорите об этом. Так вот, что же, собственно, дал микросервисы именно моему проекту? Когда мы до этого говорили о технологиях и о том, что микросервисы не дают нам остановиться в развитии, застрять в стеке каких-то технологий прошлого века и тому подобное, в нашем случае микросервисы принесли к нам Go, а именно взаимодействие PHP и GoLang, которое в результате показало для нашего проекта, можно сказать, грандиозный успех. Они отлично взаимодействуют друг с другом, у них есть, так сказать, зоны ответственности в нашем проекте, где PHP справляется лучше, где-то зоны, где GoLang справляется лучше, помогает решать какие-то проблемы, с которыми не может справиться PHP или в каком-то смысле поддерживает тот же самый PHP, показывая его сильные стороны и прикрывая слабые. Вот. И, собственно, если, как же, как же визуально изменилось у нас? То есть, раньше у нас был такой пухленький одинокий монолитный слоник, с появлением GoLang'а этот слоник подскинул веса, обзавелся друзьями и они всей этой братвой начали друг между другом общаться. В большинстве случаев они общались вот подсредством вот этих пентаграмм, которые вы видите на экране. Ну, на самом деле, это логотип Kafka. И в большинстве случаев у нас идет общение через Kafka. но есть места, где нам не нужна какая-то асинхронщина и мы используем тот же самый HTTP или gRPC. Вот. И микросервисы в том или ином случае, если это Kafka, то отлично. Микросервис рисует эти пентаграммы, логотипы и так далее и ждет или не ждет ответа. В иных случаях, когда микросервис что-то сделал и вот хочет показать, что смотрите, дайте мне какой-то фидбэк прямо здесь и сейчас он общается с кем ему нужно через gRPC или HTTP. Также изменения затронули и команду. Как бы я до этого говорил, что переход к микросервисам это переход не только архитектурный в коде, это еще какая-то реструктуризация вашей команды. Поскольку микросервисы позволили нам начать более безопасно и уверенно делиться на команды по зонам ответственности и в целом расти, как бы появились микросервисы и без этого проект тоже так же стремительно рос один на один дало как бы еще больший плюс и если когда-то команда этого стартапа начиналась с не более чем пяти человек то сейчас вся команда со всеми ее представителями начисляет около сорока и тут не только много бэкэнд-разработчиков например, поскольку это та же самая финтех-сфера тут много бизнес-аналитиков которые как бы специализируются на той или иной спецификации и как бы помогают развивать именно это направление эту отрасль в нашем проекте вот конечно же все это не обошло мимо внимания клиентов они увидели стремительный рост они увидели в том, что проект развивается не стоит на месте идет как бы в ногу со временем но при этом он подстраивает как бы ситуацию и это время анализирует под себя и показывает те результаты уверенные плюсы которые заставляют как бы задуматься что нужно использовать именно нас а не других и как бы от 5 больших клиентов мы сейчас перешли к более чем 20 а если брать какие-то еще небольших клиентов то их там начисляется очень много я вам даже не скажу там трехзначные числа так точно вот собственно что еще поменялось если говорить с технической так сказать кухни до микросервисов у нас был один здоровенный котел монолитный в котором все варилось и как бы мы там пытались как-то разграничивать но с появлением новых ингредиентов когда мы туда докидывали волей-неволей мешая этот котел эту юшку мы затрагивали все ингредиенты даже когда это не нужно было в каком-то степени и вообще разглядеть в этом котле он непрозрачен и понять что там внутри особенно если ты не знаешь это сложно но микросервисы вот они позволили нам сделать такую современную техническую кухню которой бы позавидовала любая домохозяйка и уже разделить функциональность и зоны которые надо то есть мы не только варили там где нужно мы варили разными способами там где нужно мы кипятили где-то подогревали где-то жарили и использовали это только те ингредиенты для тех или иных действий которые нам нужны и мы четко видели что где работает и как и это разграничение оно приносило ясность и прозрачность и мы не смешивали там где этого не нужно и еще одна проблема с которой помогли нам разобраться микросервисы это проблема с нагрузкой на сервера поскольку тот же самый Google N в сравнении с PHP он ест намного меньше памяти и вот с внедрением Google N и переписыванием каких-то частей на Google N и реализации подальше функционала на Google N и PHP тоже мы снизили нагрузку и серверам стало легче всем стало легче и мы как бы выдохнули в какой-то момент потому что эта проблема она ушла и по сей день она не появлялась мы продолжаем развиваться продолжаем этот переход развитие но уже не сталкиваемся с этой ситуацией вот и как бы этот момент этот процесс перехода от монолита от микросервиса естественно он не нов придумали его не мы и многие известные крупные компании их использовали тот же самый Amazon Coca-Cola и Netflix они тоже когда-то начинали как монолитные приложения и в тот или иной момент они перерезли в микросервисы а в целом в огромные инфраструктуры микросервисные я уверен вот и как мы поскольку мы знаем их и знаем что они в своих отраслях в своих сферах на передовых местах это говорит о том что этот переход своевременный от монолита к микросервисам в их ситуации он не усугубил а только помог и возможно приумножил и ускорил их успехи вот поэтому об этом тоже нужно думать о том что идти по протоптанной дорожке когда до вас уже кто-то прошел это хорошо это как бы не минус и всегда есть два пути то есть да есть более сложный и более простой и в нашем случае это не та ситуация когда более сложный путь лучше то есть если мы видим два выхода из лабиринта один напрямую а другой это обтереть все стены набить шишек это не тот не та ситуация когда стоит идти по этому сложному потому что он не знаю даст вам какую-то пользу преимущество или что-то в этом степени нет это та ситуация когда стоит подготовлено войти в этот лабиринт то есть перед входом все проанализировать собраться сделать себе какие-то не знаю заготовки как-то проанализировать его и пойти уверенно напролом через по прямой дорожке через этот лабиринт и выйти успешно плавно и эффективно что поможет вам и вашему проекту быстрее развиваться чем например ваши конкуренты успешней и быть увереннее в том же рынке и тут эти два пути это не как бы не ассоциация с монолитом и микросиверсом это ассоциация с тем когда вы задумываетесь о том что вы используете то есть простой путь когда вы анализируете и пытаетесь подобрать то что вам нужно и сложный когда вы просто не знаю плывете по течению или пытаетесь действовать по мере поступления каких-то моментов то есть моя идея данного доклада прежде всего было в том чтобы вы как бы всегда задумывались всегда переживали за ваш проект поскольку вы все-таки в каком-то смысле создатели и это ваше детище вы за него отвечаете и я уверен переживаете поэтому думайте развивайтесь вместе со своим проектом позволяйте ему развиваться без каких-то ненужных не знаю проблем преград и так далее и идите к успеху вместе преодолевая все трудности на своем пути спасибо за внимание спасибо за доклад Саш у нас есть несколько вопросов к тебе прежде чем ты получишь подарочек хорошо это радует значит слушали и так вопросы от публики минутку так вот первый вопрос от Андрея не произойдет ли ситуация когда монолит разрастется до таких объемов когда смена архитектуры переход на микросервисы будет затратной почти нереализуемой собственно да такие ситуации бывают вот это как раз те самые легаси и монолиты о которых я говорил которые застрелятся в технологиях разрастаются и вот собственно основная идея в том не допускать этого основная идея в том что нужно следить за развитием своего проекта анализировать и вот смотреть на эти флажки о которых я говорил сегодня и возможно на какие-то другие аспекты поскольку вы лучше знаете свой проект и по ним стараться предугадывать понимать по тем или иным аспектам что возможно в ближайшем будущем вам придется изменить ваш курс направление ваш проект архитектурный очень кардинально поэтому стараться нужно реагировать до проблемы ну а если уже появилось такое то тут нужно трясти заказчика через пема всеми силами и как бы показывать что профит все равно будет если он действительно будет то есть если это принесет пользу микросервисы другой какой-то подход будьте уверены настойчивы показывайте эфорт и заказчик всегда пойдет на это хорошо у нас тут еще один вопрос вопрос от Сергея здравствуйте за 5 лет практики всегда когда хотел внедрить микросервисы постоянно останавливал вопрос в голове зачем если я это могу реализовать в монолитной архитектуре можно ли узнать реальные примеры в какой момент или с какой конкретным функционалом вы поняли что нужны именно микросервисы да конечно во первых тут как бы нас заставил очень сильно задумываться в какой-то момент заказчик неосознанно поскольку у нас начали появляться какие-то аспекты то есть это как бы из-за индии не могу рассказать подробности но у нас было много реализации всяких спецификаций для транзакций отдельных которые вот жили обособлено и даже не могли нормально как бы общаться друг с другом и не должны были вот и у заказчика начали появляться мысли о том что было бы классно эти спецификации или какой-то функционал вот пихать клиентам отдельно от основного проекта и когда мы поняли что увидели что это части независимы и вот исправлением новых спецификаций мы поняли что можно вынести ее отдельно это как раз какая-то в каком-то смысле атомарная узкосвязанный функционал небольшой логики независимый вот мы увидели что можно разбить как бы эти спецификации например там или какие-то проверки дополнительные уникальные на независимые микросервисы мы это сделали и получили эфорт как и в перформансе так и в довольном заказчике который начал приумножать свою прибыль прекрасно спасибо большое как говорят разделяй и властвуй да тут еще один прилетел вопрос от Артура стоит ли начинать изучать микросервисы новичку если нет то когда к ним можно переходить ну тут все зависит от того что мы хотим понять под понятием изучать то есть как бы знать об этом естественно нужно чем больше база знаний у любого разработчика тем он ценнее и тем он лучше может реагировать на те или иные аспекты в работе то есть когда у тебя есть с чем сравнивать тебе намного легче среди всех этих вариантов понять по опыту и знаниям какой из них в твоей ситуации конкретной текущей появится поэтому как минимум ознакомливаться с этим архитектурным подходом я советую всем как бы не нужно в него возможно окунаться новичку с головой с самого начала можно начать с каких-то более простых монолита который там по входу он как бы проще но знать и как бы помнить о том что нужно в какой-то момент будет об этом задуматься и углубиться всегда надо спасибо большое ребят у нас еще тут есть вопросы я их к сожалению не буду сейчас озвучивать чтобы не затягивать наше эфирное время еще раз напоминаю у нас по окончанию наших докладов будет скинута ссылочка на зум где мы можем все присоединиться и обсудим все вопросы которые у вас возникали вы не переживайте все вопросы мы видим все будем обсуждать а сейчас Саша еще раз спасибо твои подарки спасибо спасибо тебе за доклад еще раз всем спасибо за внимание да спасибо